О покаянии Настало время собирать камни Иксиас 3.5 Время покаяния за разрушение за убийство за вселенскую ложь Время покаяния О покаянии говорят и пишут и ставят кинокартины Но если эти разговоры не приводят к Богу то для чего и разговоры эти? Каяться нужно в первую очередь перед Богом что забыли Бога отреклись ходить по Его святым заповедям что избрали лживых учителей ласкающих слух Тех учителей мучителей нет уже их лозунги сотлели построенные ими капища рухнули Ложь обнаружилась и обнажилась пустота Воистину если вырвать из сознания людей Евангелие то на месте его будет зиять смертельная рана которую не прикроешь никакими энциклопедиями трудов материалистов В чем же нужно каяться и перед кем Как понимать слово покаяние чтобы правильно совершить его очиститься успокоить совесть начать жить новой жизнью Слово покаяние приводит человека к Богу как блудного сына в дом Как блудного сына в дом отца напротив покаяния всегда стоит обвинение другого самооправдания Если нет правильного божественного покаяния тогда семь злейших демонов заполняют все существо Страну и землю своим в кавычках товаром обвинением царя, церкви, священства родителей, начальства друг друга Эта трагедия произошла не только с Россией это было уже в раю К согрешившему Адаму в раю приходит Бог ожидая покаяния нашего праотца Согрешивший Адам сокрылся между деревьями рая за теориями дарвинизма за софизмами Бог задает согрешившему вопрос Где ты? То есть куда ты скрылся от лица моего? И на этом первом допросе род человеческий дает ответ каким потом семь с половиной тысяч лет пользовались и будут еще пользоваться все потомки самооправдывающиеся себя самооправдание тут же влечет и обвинение другого в своем грехе жена которую ты мне дал она дала мне от дерева и я ел виновата жена а если смотреть в корень говорит Адам то виноват и создатель этой спутницы первый урок окончен допрошена Ева она ни слова не говорит о горе сотворенном ею но винит во всем демона свидетели не вызываются и виновные от своих трактовок преступления не отказываются пять тысяч пятьсот восемь лет от Адама до Рождества Христова звучали призывы к покаянию к покаянию перед Богом и так покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю его и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных 1 езра 10.11 в полный голос призыв к покаянию зазвучал из уст Иоанна Крестителя покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное Матфея 3.2 без признания своей вины человек не может и покаяться чтобы человек понял кто он в чем виновен и в чем ему нужно каяться нужна проповедь разъяснение уснувшей совести людей того кем они могли быть и должны и кем стали человек творение Божие и живет не сам по себе что хочу то и творю но жизнь дана от Творца который и спросит за все за каждое в жизни мгновение за каждый потерянный час за мысли слова и движения ответа потребует с нас Христос не раз говорил что он пришел спасти призвать к покаянию не праведников но грешников Лука 5.32 и апостолы пошли в мир возвещая покаяние перед Богом книга Деяния 20 глава 21 стих рецепт остался тот же самый для нас что же нам делать ныне впадшим в глубину бед и пороков преступности и развала крушения надежд и полыхающей злобы покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа книга Деяний 2 глава 38 стих Необходимо искренне покаяться и сделать поворот поворотиться обратиться от злых дел к делам достойным покаянием Итак вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе сдвину светильник твой вместо его если не покаешься книга Откровений 2 глава 5 стих что мыслили святые отцы православной церкви о покаянии начало покаяния осуждение грехов осуди и ты свои грехи этого достаточно для Господа к твоему оправданию потому что осудивший свои грехи не так скоро решится опять впасть в них ты согрешил войди в церковь покайся здесь врачебница а не судилище здесь не истизуют но дают прощение грехов Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности а потом решился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели чтобы привести все в прежнее состояние потому что покаяние ценится не по продолжению времени но по душевному расположению так для неневитян не было нужды во многих днях чтобы заглаять грех свой но краткого дневного строка было достаточно для заглаживания беззакония их и разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай но во столько времени смыв все грехи своих жизней сколько употребляется на его произнесение одного слова получил еще прежде апостолов награду православия бог показал как он прощает грехи согрешили некогда неневитяне и сделали то же что и вы теперь делаете но посмотрим что же спасло неневитян на язвы свои они возложили пост и строгий пост лежания на земле и одежды из вретища пепел и слезы и вместе с этим переменили образ жизни посмотрим же какое из перечисленных лекарств уврачевало их что же это за лекарство и увидел бог дела их что они обратились от злого пути своего и пожалел бога о бедстве о котором сказал что наведет на них и не навел прок иона 3 глава 10 стих не сказал видел пост вретище пепел я говорю это не с тем чтобы отвергать пост нет а для того чтобы убедить вас сделать то что лучше поста воздерживаться от всякого зла свидетель гиан зла пауз и блудница приступившая ко христу в краткое мгновение время смыла с себя весь позор и когда иудеи негодовали что христос допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость то он заградил ему стаи и отпустил простив ей все грехи и приняв ее усердие почему так потому что она приступила с теплым расположением с пламенную душой и горячей верой и коснулась святых и священных ног его распустив волосы проливая из очей потоки слез и возливая мира на это на покаяние не нужно много дней и годов а нужно только благорасположение и все исполнится в один день отстань от зла полюби добродетель прекрати порочную жизнь обещай больше не поступать так этого достаточно будет для твоего оправдания я свидетельствую и уверяю что если каждый из нас грешников отстав от прежних грехов даст искренний обет Богу не повторять их то Бог ничего больше не требует для оправдания согрешил ты войди в церковь и загладь свой грех поплачь грехе своем если плач Петра загладил свой великий грех отречения от Христа то как тебе не загладить греха если будешь плакать отречься от своего Господа было преступление немалое но великое и весьма важное и однако же слезы загладили грех плач 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 о грехе своем человек любивый Господь от тебя хочет не больше труда а сам даст великое от тебя ожидает повода чтобы дать тебе сокровище спасения предложи слезы а он даст тебе прощение принеси покаяние а он дарует тебе отпущение грехов Иоанн Златоуст том 2 страница 328 том 1 страница 89 том 10 страница 371 том 1 страница 542 том 2 страница 328 как всеведущий Бог и без покаяния нашего еще прежде сотворения начальных пылинок вселенной знала каждое наше мысли слове и деле если у людей вслед за признанием вины часто следует и наказание то у Бога следует полное прощение ты всех милуешь потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния премудрость 11 24 и как далеко бы и как и как бы далеко человек не ушел по тропе заблуждений он всегда дает место и время покаяния в грехах премудрость 12 10 и 19 стих покаяние удобно в любое время но наиболее удобно есть то есть когда Бог касается твоего сердца ныне когда услышите голос Божий не ожесточите сердец ваших евреям 3 глава 7 8 стих есть люди сожженные в совести своей они услышат и не поймут не поверят ибо совесть есть тот участок души через который слышится голос Божий за грехи народа Бог всегда любя наказывал тех кто предустот готовлен был к жизни вечной и сколько претерпел наш русский народ за последние 77 лет и при всем том народ не покаялся серахов 48 16 возгнушались законом моим не уразумели его но презрели когда еще отверстно было посему пока еще отверстно дверь покаяния пока еще есть время пока живы поспешим обратимся покаемся за грехи свои за грех цареубийство чтобы загладить грехи итак покайтесь и обратитесь чтобы загладились грехи ваши деяния 3.19 итак оставляя времена неведения бог ныне повелевает людям всем всюду покаяться пока не пришла мысль пока не заключены двери неотнята возможности войти пока ты не напал на вселенную ужас пока не померк свет проси грешник милосердию господа если ты грешник будешь плакать и сокрушаться о своих грехах и с верой молять господа он оставит тебя беззаконие твои и зальются на тебя щедроты его потому что жаждет и желает он твоего обращения слушайте и содрогнитесь хотя море благости исполнено щедрот но если человек не принесет покаяния он не получит милости в день сюда все рожденные могут достичь покаяния поэтому кто не может раскаиваться тому лучше было бы не родиться о как велика сила покаяния она умилостивляет бога уже изрекшего приговор преподобный хрен сирин приносящие истинное покаяние не занимаются уже осуждением близких они занимаются оплакиванием своих грехов кто оправдывает себя тот отчуждает себя от покаяния кто осуждает грешников тот изгоняет из себя покаяние покаяние рождается от веры и праведного воздоятеля и возбуждается страхом неминуемого суда божия и заслуженных мук грешник ужасается страшной участию уготованной нераскаянным и решается обратиться от области сатанинской к богу отцу своему исаакси кто льстит согрешающим обласкивает его тот только более располагает его и не подавляет преступления питает их кто строгими советами обличает и вместе наставляет брата тот содействует его спасению кого я люблю говорит господь тех обличаю и наказываю откровение 3.19 так надлежит и священнику божию не обманывать льстивыми утешениями но промышлять о спасительных лекарствах не искусен тот врач который слегка только ощупает рану сохраняя заключенные внутри в глубине яд он только увеличивает его силу надо вскрыть рану рассечь и очистив от гноя приложить к ней сильнейший пластырь пусть больной плачет пусть кричит пусть жалуется на нестерпимую боль он будет благодарен потом когда почувствует себя здоровым Киприан Карфагенский никогда бог не отвергает истинного раскаяния но даже если бы кто дошел до самой крайней порочности а потом решил опять возвратиться на путь добродетели и того он принимает и приближает к себе и дает все чтобы привести его в прежнее и даже лучшее состояние сатана извратил естественный порядок греху он дал дерзость а покаянию стыд нет такого греха который не изглаждался бы покаянием пока ты еще дышишь даже в последний день на самой постели даже при последнем издыхании оставляя поприще этой жизни и тогда покайся через грех дьявол низводит нас в гиену через покаяние христос вводит нас в царство небесное блудный сын представляет собой образ падших после крещения мы искуплены дорогоценную кровью о чудо судья христос ведется на суд за осужденных покаяние имеет силу только на земле покаяние отверзает человеку небо вводит в рай побеждает дьявол грешен ты не отчаивайся каждый день согрешаешь каждый день приноси покаяние я всю жизнь провел во грехе если покаясь буду ли спасен конечно а откуда это видно от человеколюбия господа твоего представь себе искру упавшую в море может ли она сохраниться или оттуда вновь появиться что искра в отношении к морю то и порог в отношении к человеколюбию Божию да еще и не тоже а гораздо менее я златоуст истинное покаяние состоит в следующем мы должны оставить прежние грехи и ими как мерзостью гнушаться об этих грехах сожалеть просить милости у Бога исповедоваться духовнику и всячески беречься других грехов прощать близнему согрешения чтобы нам самим оставил их проявлять любовь и милость ко всем чтобы самим получить милость блаженны милостивы ибо они помилованы будут смирять себя ибо смиряющий себя вознесется никого не осуждать ни на кого не клеветать молиться Богу всегда чтобы не впасть в искушение покаяние невозможно без искоренения самолюбия от истинного богопознания происходит истина покаяния кающийся должен исповедовать все грехи подобно подробно и по одному исповедание должно быть смиренным благоговейным истинным с обвинением себя самого а не другого кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам которые исповедовал и исправить свою жизнь после исповеди пусть исполнит эпитемью назначенную духовника за грехи печать этой тайны духовник должен в себе хранить грехи услышанные на исповеди и не открывать их никому ни в коих случаях Тихон Задонский а то что пользы а то что пользы если без чувств со скукой или рассеянностью будем стоять на службу досадуя что долго тянутся время свободное от службы будем проводить в полусне и бездействия затем холодно проговорим на духу грешен про грехи о которых спросят не имея помышления о том что главной нашей целью должно быть совершенное исправление жизни что пользы это значило бы исполнить обычаи говения а не говеть во спасение от того окончательно гибнут христиане вечной смертью что во время земной жизни занимаются одним нарушением обетов крещения от того что не удостаивают ни малейшим вниманием Слово Божие возвещающее им о покаянии покаяние должно сопутствовать вере во Христа предшествовать крещению Христа а после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа Воспоминание о смерти дар Божий говорят отцы страшно не признать себя грешником от не признающего себя грешником отрекается Иисус ибо я пришел призвать неправедников говорит он но грешников к покаянию Матфея 9 13 дело покаяния совершается посредством следующих трех добродетелей очищение помыслов непрестанные молитвы и терпение встречающихся скорбей покаяния возможно только при точном хотя бы и простом знании православной веры христианской Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни в эту последнюю минуту еще отверсты двери милосердия Божия всякому стучащему в них только один из грехов самоубийство не подлежит врачеванию покаяния тщетные бесплодные часто вредны для души самые возвышенные подвиги когда они не растеряны чувством покаяния я усвоился богу святым крещением на таинстве крещения зиждется царство покаяния покаянием возвращается усвоение богу только при посредстве покаяния можно принять евангелие усвоиться евангелие Игнатий бренчанин кто бежал из темницы тот не пожелает видеть ее в другой раз кто избавился из плена тот молится чтобы никогда не попадать в плен покаяния состоит в том чтобы не возвращаться к прежним грехам Ефрем Сирин покаяния состоит в том чтобы уже не делать впредь того же а кто принимается за прежние дела худые тот по пословице бьет шерсть над огнем и черпает воду решетон Иоанн Златоуст если избег же скверн мира через познание Господа нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими то последнее бывает для таковых хуже первого лучше бы им не познать пути правды нежели познавшие возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случается по верной пословице пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи 2 Петра 2.20 многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззаконием с такой надеждой согрешил и покаялся еще согрешу и еще покаясь ибо говорится сколько раз падешь столько раз станешь и спасешься о ложная надежда о туманное упование основанное не на твердом камне но на песке не тебе не тебе врачующемуся к прежнему злодеянию возвращающемуся к прежнему злодеянию добровольной нарочито не тебе служит это речи сколько раз падешь столько раз станешь и спасешься но тем которые случайно впадают в какой-либо грех а не по нарочитому изволению и намерению тебе не нужно слышать громогласного церковного тебе же нужно слышать громогласного церковного учителя святителя Иоанна Златоустова пьющего так недостоин прощения тот кто по причащении снова согрешит и недостоин здоровья тот кто по исцелении снова сам себе причиняет рану недостоин очищения тот кто по очищению снова оскверняет себя Дмитрий Ростовский кто обращается от праведности к греху Господь уготовит того на меч Серахов 26 26 кто приносит покаяние тот не только должен омывать грех свой слезами но покрывать прежние прегрешения лучшими делами чтобы ему не вменился грех амросий медиаланский ты приносишь покаяние в блуде берегись смеха шуток сквернословия чревоугодия это пути к блуду приносишь покаяние в лукавстве избегая раздражительности ненависти зависти противоречия робости и всякой низости приносишь покаяние в том что поссорился приучи язык твой отвечать кротко приносишь покаяние в безрассудстве но не только уклоняяясь от зрелищ но и во всяком месте удаляя от себя смех и всякую мирскую забаву ибо подобные этому вещи принуждают возвращаться к прежнему если видишь кающегося и снова согрешающего значит он не изменился признак приносящего твердо покаяния образ жизни собранный и суровый отсутствие превозношения а также очи и ум всегда устремленные к вожделенному Иисусу Христу и желанием по благодати Христовой стать новым человеком Ефрем Сирин доказательством что они грехи прощены нам служит то если из наших сердец истреблено и расположение к ним Иоанн Кассиан И ныне еще говорит Господь обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте в плаще и рыдании раздирайте сердца ваши а не одежды ваши и обратитесь к Господу Богу вашему ибо он благ и миросерд долго терпелив и много милостив и сожалеет о бедствии Иоанн 2.12 помышления свои не открывай помышления свои помышления свои открывай не всем но только тем которые могут спасти душу твою Антоний Великий не открывай совести твоей тому к кому не расположено сердце твое Пимен Великий ты стыдишься и краснеешь когда нужно сказать свои грехи священнику на исповеди стыдись лучше грешить чем исповедаться размысли если не будет принесена исповедь значит стыдись ой простите ты стыдишься и краснеешь когда нужно сказать свои грехи священнику на исповеди стыдись лучше грешить чем исповедоваться размысли если не будет произнесена исповедь здесь то все будет исповедано там пред всей вселенной где больше мучения где больше стыда на деле мы отважны и бесстыдны а когда должны исповедаться тогда стыдимся и медлим Ефрен Сирин